Война и мир Дмитрий, здравствуйте! Здравствуйте! Платье, насколько уделяется ему внимание на конкурсе? То есть, ну, девочка вышла сам, это главное, ведь она как танцует, а не то, в каком она платье. Здесь тоже такие моменты. Я разговаривал с педагогами и судьями по этому поводу. Многие, ну, дают, конечно, разные результаты мне, но, тем не менее, от 60 до 90% костюм играет роль на паркете. Вот. Здесь, в общем-то, на самом деле все просто. Когда дети выходят на паркет, мы не видим танец, мы сразу видим костюм и сразу впечатление о паре. Вот. Это один момент. Второй момент. Существуют очень крупные турниры. Это здесь у нас, как бы, турниры не со стольким количеством большим пар. Ну, в столицах существуют крупные турниры, там, по 400 пар в одной возрастной категории, соответственно, в одном заходе на паркете, ну, большое количество человек. И когда вот это вот, грубое слово, наверное, сейчас скажу, ну, когда вот эта мясорубка происходит на паркете, судьи, ну, они просто за те полторы минуты, которые там длиться танец, они просто не всегда успевают отсмотреть, ну, каждую пару, как каждая пара танцует. Соответственно, вычленяются взглядом сначала, ну, по костюмам, так скажем. Не то, что по костюмам, по внешнему виду, по подаче, по харизме. Но вот костюм одна из составляющих. Костюм шьется под конкретную фигуру, под конкретного человека, учитывая его пожелания. И при том, как выяснилось, платье должно отвечать новым веяниям и тенденциям моды. Да, мода есть. То есть, если говорить о костюме, допустим, на европейскую программу, это вот длинное платье, они то отделаны пером очень активно, то, наоборот, перо оттуда исключено. Они то длинные, то короткие, то пышные, то плоские. То декора, на юбке очень много декора присутствует, то он отсутствует в принципе. То есть, это все вот связано с какими-то тенденциями. А эти тенденции кто диктует? Это такая общемировая политика или только связано с нашей страной? В основном, как это все происходит, есть один из крупнейших, престижнейших турниров мира, это Blackpool, который в Англии проходит ежегодно, ежегодный турнир. И на этот турнир стекаются коллекции со всего мира. Производители, я имею в виду, костюмов. Но в основном по бальному платью у нас тенденции диктуют итальянцы. По фраку, это в европейской программе, мужской костюм в основном диктует англичане. Вообще модельеры друг с другом как-то общаются? То есть, делятся своим опытом или какими-то вот этими тенденциями? Ну, за всех я, конечно же, ответить не могу. Наверное, адресован вопрос мне все-таки. Здесь, внутри города, я на самом деле мало с кем общаюсь. То есть, вообще, особенно по бальному платью. То есть, производителей, мастеров бального платья достаточно немного в городе и области. Ну, больше, собственно, столицы. Вот, Санкт-Петербург, Москва. Сейчас очень активно я сотрудничаю с одной из крупнейших компаний по производству вот этого вида спортивной одежды, которая там 20-летнюю историю уже имеет. Достаточно большой штат сотрудников, мастеров, дизайнеров. Вот с ними мы, собственно, ведем беседы, что-то вместе разрабатываем и пытаемся придумать новые тенденции. О трендах сезона в области моды печатается множество журналов и выходит в эфир множество телепрограмм, после которых воодушевленные барышни идут на штурм магазинов и бутиков, отправляются за покупками в другие города. Но так ли важно быть модным? Так, ну, по поводу моды и должны ли мы за ней следить. Ну, здесь все достаточно, на самом деле, глобально. То есть, глобально в каком плане, в каком городе мы живем. Вот, возьмем, скажем, если сравнить, допустим, ну, далеко ходить не будем, Вологда и Череповец. Люди с абсолютно разным менталитетом, люди с абсолютно разным мышлением. Но все, опять же, все, опять же, просто. То есть, Череповец, моногород. Мы все воспитаны практически одним производством. И практически мы все одинаковые. Ну, по большому счету, не говорят все, но там на 70, на 80%. Вологда же построена на нескольких мелких производствах. Каждый со своим устоем, своим менталитетом и все остальное. Соответственно, как мы выглядим, да? То есть, здесь мы выглядим практически все одинаково. Там мы выглядим все по-разному. Вот там, ну, в других городах, да, у которых нет вот этого мона. Ну, за модой, так скажем, следиться. Ну, я уже умалчиваю там о Санкт-Петербурге, Москве и все остальное. Это, ну, в общем-то, одна категория. Вторая категория, ну, каким уровнем мы живем, да? Каким уровнем мы живем, каким уровнем мы общаемся и все остальное. То есть, есть, ну, скажем, бабушки, да, у которых круг общения – это их дети, и которые вот только дома сидят. Ну, соответственно, для чего следить за модой, да? Вот. Есть люди, ну, достаточно общественные, которым, собственно, я думаю, что за модой следить нужно. За тенденциями. И понятно, что не скупать все бешеные коллекции, которые меняются очень часто, ну, и за модой не угнаться. Вот. Но, по крайней мере, в каких-то деталях, элементах и так далее. Вот. Это да. Вот. Ну, и, собственно, есть люди, которые не просто должны следить за модой, а эту моду нести. А? Ну, то есть, у них такой уровень общения, у них такой уровень окружения и знакомств. Ну, там уже более-более все серьезно и глобально, я думаю. То есть, здесь, помимо того, что эти тенденции нужно подчерпывать, не нести, их нужно создавать. Ну, вот очень популярно как раз менять кардинальный образ. То есть, вот человек решил, что у него новая страница в жизни, он решил кардинально измениться. Насколько в самом деле меняются? Потому что желание измениться и желание что-то привнести новое, оно может так и остаться желанием. Ну, вообще, ну, таких моментов, они крайне редко происходят. Вообще, кардинальные изменения. И таких моментов я не советую. То есть, мы будем чувствовать себя завтра, не к своей тарелке. Образ нужно менять постепенно, в течение года, там, полутора лет, меняя детали своего гардероба. То есть, да, через год-полтора мы дойдем до того образа, к которому мы стремимся. Вот, видите, мало одеть на себя одежду, да, или, там, одеть на себя какие-то туфли, украшения, сделать какую-то прическу. Этого мало. С этим нужно уметь жить. Вот, это нужно преподнести, ну, зрителю, грубо говоря, да, то есть, людям, которые нас окружают. Вот, и сегодня сменив образ, завтра мы этого сделать не сможем, потому что в голове мы не перестроили. То есть, мы вот обложку поменяли у книги, а содержание осталось тоже. И оно несколько не соответствует. Вот, поэтому я кардинально, вот так разово образ менять не рекомендую. Есть еще большое пожелание у девушек всегда чистить свой гардероб. Ну, то есть, как обычно, накуплено много, а надеть-то, собственно, и нечего. Нужно ли просто взять и выкинуть то, что не носишь? Конечно, да. Или просто переделывать надо? Не выкидывать? Очень практичненько подойти к вопросу. Ну, вот здесь мы все разные, понимаете? Вот, то есть, на самом деле, нужно освободить место. Ну, то есть, вот чтобы что-то новое пришло, нужно освободить место, ну, соответственно, выкинуть в старое. Вот, как бы, я считаю, что так будет проще. Вот, потому как, переделав вещь, да, мы вроде бы ее получаем с одной стороны новую, но с другой стороны старую. Как бы, и, ну, здесь, опять же, вот мы все разные. Кому-то комфортно, вот, в своих домашних тапках, но мы туда налепили два помпона, и они вроде бы новые, но вот мне ценнее то, что они, вот, мои домашние тапки. Мне в них комфортно и хорошо. Вот, а кому-то, наоборот, вот, важен внешний вид. Пусть мне будет неудобно, и пусть я купила сейчас новые туфли, натерла мозоли, но вот я стойко все равно дойду, никому не покажу, что мне больно, мне главное, что это красиво. Вот, то есть, и здесь, собственно, ну, перешивать одежду, да, ее можно. Ее можно дополнять новыми декоративными элементами, ее можно конструктивно как-то немного изменить. Вот, но если мне важен вот этот вот комфорт и удобство, то, конечно же, пожалуйста, в мастерске все это делается. Вот, а если важнее все-таки, вот, чтобы было красиво, нежели практично, вот, тогда все выкидываем и не жалеем. Остается пожелать новых интересных идей, чтобы у нас череповчанки сверкали в самых красивых одеждах и на общемировых конкурсах. Спасибо вам огромное. Это был модельер Дмитрий Черепанов. Ну, а кто придет в следующий раз, смотрите через неделю.